Добрый день! Подчас встречи со старшинью Гомельского облаканка Моладзимиром Дворником обмерковывались махшимы шляхи взаимодействия. Основные сферы интересов – буддалництво и туризм. Далегация Ливанской республики прабуде у Гомеля – некольки дзен. За этот час замежные гости познайомятся с промысловым потенциалом и встречаются с деловыми колами региона. Я верю в наше взаимовыгодное сотрудничество и полон энтузиазма для развития наших отношений. Я верю, что динамизм арабского народа и стабильность вашей страны могут положить начало нашей успешной истории. И у протягтамы международного супрацовництва. Далегация выкладчиков вышедших наушальных установ Японии наведала Хонницкий район. За межных гостей цикавить комплекс мероприемцев по оперодолюванию наступства авары на Чернобыльской АЭС. У центра уваги промысловые и социально-значные объекты района. Под обязанности визиты у материаля Дмитрия Котова. А маль 30 годов прошло со дня, коли отбылась самая масштабная техногенная катастрофа 20-го стагодзя. Хонницкий район относится до наибольшь потерпелых у вынеку аварии на Чернобыльской АЭС. Коли мятцовые жихары узгадываются по идее той давнины, кажут, что тогда мало кто верил в поспеховую будущую. Але негативные прогнозы не справдились. Зусим на дворот. Район живее и развивается. Створаются умовы для працы и отпочинку, и демодернизация вытворчасти, з'являются новые объекты социальной инфраструктуры. Четыре с половой годы тому, после аварии на АЭС, с проблемой радиационного заборудживания сутыкнулись и в Японии. За становочим опытом ее выращения мясовые специалисты накеровались на Гомельшину. После каждой поездки, первый раз они приезжали, мы делились опытом, который уже наработан за эти годы у нас. И вот сегодня при встрече они рассказывают то, что у них тоже изменилось. И то, член, и 30-километровая зона. Цикавость японские выкладчики выказывают у Тымлику и до экологичного выхования подрастающего поколения. С этой метой они наведывают в Троличевскую среднюю школу. На занятках гуртка парадеационной биоспеции гости назирают, яких поспехов досягнули мясцовые наставники и их вушни. Конечно, нас очень поразил кружок, который организован на бате данной школы. Дети умеют сами измерять радионуклиды в продуктах питания. Это, как мы считаем, очень полезный навык. На уроках Японии рассказывают о радиационной безопасности, но ничего подобного нет. Вядомая цикавость японской делегации не обмежевывается пытаниями эдукации. У центра уваги промысловость и сельская господарка. Украине у заходящего солнца сутыкнулись с проблемой изменьшения колькости насильництва в вёсках и невеликих городах, связанной с миграцией молодзи. Особливо я навострое на заборудженных территориях. И, на думку японских выкладчиков, вопыт Хойницкого района уэйевы решений будет так само корыстным. Дмитрий Котов, Юлия Хорошина, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. Организации и предприемства региона, так само насильництва, будут полностью забеспечены палевом на осенне-зимовый период. Об этом сёння поведомил генеральный директор коммунального унитарного предприемства «Гомеля-Аблпалева» Василь Максименко. По часу раду и передачи задай пытание уладе на хвалях «Радуя-Гомель-Плюс». На сённяшний день предприемство реализует два виды палева – торфабрикеты, которые поступают с жидковицкого торфабрикетного завода, и дровы. С всеми организациями, с пожилцами заключены ответные погоднения. Что пишется жихару регионов, у которых отсутнейшая центральная альбогазовая тепленья, отримать с необходной відпалевой они могут, зарабивши попереднюю заявку. Торфа предприятия постоянно работают, поэтому мы с ними постоянно закупаем. Но на осенне-зимний период мы заготавливаем торфабрикеты примерно 4 тысячи. У нас на складах имеется по области. И где-то около 6 тысяч имеется дров на складах. Это достаточно для того, чтобы в течение месяца обеспечить всех, кто к нам обратится. А потом постепенно поступают дополнительные. У вышедших на вышальных установах в области шукаются новые шляхи работы с потенциальными абитуриентами. По белорусским дзержанам университета транспорта провели познавальный тур, на який запросили старшоклассников с Гомеля, Жлобина, Рыщицы и Могилёва. Что с этого отрималось, ведая Олег Сентюроу. На недохоп абитуриентов у Белорусским дзержанам университета транспорта не скарзится. В этом научном ходе, например, на особной специальности конкурс складал свыше 4 человек на место. Правда, это не значит, что тут не затекают ни у еще больше подрихтованных абитуриентов. У университет кажуть, дае широкие теоретичные и практичные веды, а лишь и студенты повинны иметь такую подрихтовку, каб анализовать великий объем информации и рабить адекватные выводы. Познавальный тур, гэта максимальность на протягу полутора годин, доведаться не только об назвах и студжек факультетов, а ле и ознайомиться с некоторыми их особенностями, не даталево зразумела, а ле хопить, каб склассивые явления. Провести и поучаствовать в экспериментах, которые проводят с ними магистранты и преподаватели. Они им очень доступно объясняют отдельные особенности специальностей. У Белорусском державном университете транспорта кажуть, что готовые поделиться опытом с иншими ВНУ. У речи задача у всех одна. Профессийная ориентация старшеклассников, каб и выбор, раби десвядома и працавали потом по отриманной специальности. У вогули познавальный тур по университете у нечем нагадывая гульню. На одном факультете необходимо намалевать 3D-фигуру, на другом – сносить свой минерал. Головное, чтобы было интересно и корыстно. Будут еще приезды, в весне очередную партию привезем, поэтому полностью девятиклассников привезем в перспективе, чтобы они полностью представляли, что такое Белорусский государственный университет. Хоть только познавальным туром, в Белорусском державном университете транспорта обмеживаться не сбираются и уже распроцвали для потенциальных абитуриентов новую программу с наведыванием булога карцера для непослухменных студентов, подземельев и других незвычайных мест. Тем более, что в будинках установы их хопает. Вогули профессиональные ориентации ведется уже не один год, поэтому, как зацикавить будущих студентов, необходимо постоянно шукать нечто новое. В 30-х листопада в Белорусском державном университете транспорта пройдет исторический квест с правой тем, что значная часть установы находится в будинке булогой мужчинской гимназии, которая существовала с 1898 года. Организаторы заповнивают, можно будет доведаться веянием шмат интересного с городской истории. Олег Сентеров, Валерий Капайко, телерадио-компания «Гомель». У открытым акционерным товаристви «Гомеля» была «Аутотранс» подвели выники конкурсу на лепшее селфи. Стать его удельником мог кожный. Для этого нужно было сделать фото на фоне фирмового надпису або логотипу предприемства. В дело конкурса приняли переважно сотрудники организации. Все фотоработы разместили на сайте «Гомеля» об «Аутотранса» и обвестили открытый интернет-голосование, которое протягивалось три дни. По его выниках, наибольшую колькость балов набрал работник добрыжского филиала номер 10 Петр Соколов. Пошас церемонию загороджения, и он разом с ауторами яше трех лепших селфи-здымков был загородженны каштонными подарунками от керовниства предприемства. Дарыш и конкурс на лепшее селфи был промеркован до дня автомобилиста и дорожника. Проведение подобных культурно-забавляльных мероприемств, накерованных на сгуртование прационного коллективу, для предприемства заявляется доброй традицией. Задумок у нас достаточно много. В следующем году мы планировали бы, так как это профессиональный праздник не только автомобилей, славной и дорожников, мы хотели бы провести какие-то совместные мероприятия с нашими коллегами, с дорожниками. То ли это будет спартакиада, то ли это будет музыкальный конкурс какой-то. Ну, вот мы уже как бы в поиске. Новые регионы, информацию о проектах телерадо-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин